С 12 по 28 июля начинается серия внутренних вступительных испытаний в Казанском федеральном университете. О графике проведения и не только смотрите далее. Экзамены будут проходить как в очном, так и в дистанционном форматах. Основное место проведения улица Кремлевская, 35, экзамен житворческого направления, например, рисунок, пройдет по адресу улица Татарстан, 2. Если вы приходите очно, то при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность. Ответственный секретарь приемной комиссии Александр Бибик рассказал, какие правила поведения необходимо соблюдать абитуриентам, сдающим экзамен в онлайн формате. Все, что касается проведения в онлайн формате, это через нашу систему, яс абитуриент, с применением технологии проктеринга. Система, как я уже говорил, неоднократно очень серьезная, следит за всеми нарушениями, отклонениями. Основные правила это отсутствие посторонних людей в кадре, тишина в аудитории, не допускать выхода из кадра самого сдающего абитуриента, не допускать разрыва соединения, то есть подготовиться к этому нужно серьезно. 12 числа начинается серия вступительных испытаний, первый экзамен русский язык. 26 июля заканчивается серия вступительных испытаний. Это будет резервный день. На резервный день можно будет подать заявку, если у вас будет на то веское основание для допуска на этот резервный день. Что касается апелляций, апелляции можно будет подать только лишь в день объявления результатов и в следующий день. Далее резолюцию апелляции мы не принимаем. Экзамены оцениваются по стабальной системе. Результаты можно увидеть в вашем личном кабинете в системе «Я буду студентом» либо на сайте в разделе поданных документов в конкурсных списках. Там вы можете найти себя по ID или по номеру СНИЛС. Елизавета Никитина, Виолетта Басова, Универньюс.